Господа, просто посмотрите. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Это просто жесть. Вы просто посмотрите. Это просто жесть. На роке их лучше видно. Просто одного за другим. Это какое-то бешеное, просто страшное, бешеное движение. Посмотрите, какого они размера. Они ведь не маленькие. Волосами осторожно, чтобы тебе по волосам не поползли. Охренеть, просто охренеть. 18-й, вы прикиньте. 18-й. Вот, 19-й. 20-й. 21-й. Оп. 43 клеща только с одного хаски. Сейчас будем переходить. Вы знаете, что вот эта кончита сейчас исполнила. Он подошел и просто лизнул. Начал пить воду с клещами. Я сейчас с сорта их начал доставать всех по одному. Просто подошел и начал облизывать. Вообще просто бахнутый. Больше всего, конечно, на роке оказалось их. Ооооо. Гляньте, и тут сразу клещ, и тут. Майк, свали, хватит облизывать клещей. Что у тебя за фетиш такой, чтобы тебя пощипывали за язычок. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Опа. Еще я Майку только же чуть сосочек не отщипнул. Думал, что это клещ присосался. А это сосочек был. Ну, что поделать. Мера предосторожности. Ребята, прошло уже полтора часа. А мы все продолжаем. Реально продолжаем. Мы уже перекусили. И тут новая партия их опять клещет. Мы подождем. Вроде бы всех вычухали. Всех достали. А потом, хоп, и еще откуда-то по вылазу. Вы посмотрите. Просто. Это жесть. У меня еще таких не было реально никогда. Вот еще. В жизни прогулок. Прикинь, причем они такие крупненькие все. Это просто охренеть. Вот чтобы вы понимали. Оп. Вот это только что был. Эть, 74. Вот это 75. 75 клещ. Прикиньте. Это капец какой-то. Просто целый день. Уже 9 вечера. Почти ночь за окном. А мы все достаем этих клещей. Сейчас. Оп. Как его поймать? Знакомьтесь. Клещ Валера. Открылся весенний сезон. С чем он, собственно, всех и поздравляет. И приглашает на шашлыки. На наших собак. Так. А у нас тут тоже, между прочим, ужин. В итоге мы собрали 86. Прикиньте, 86 клещей. Это к 9 часам вечера. Возможно, будут еще вылазить. Так. А у нас начинается вечерняя трапеза. Тут у нас и пицушечка, и бургеры, и суши. Это, короче, Лера очень холодная. Приехала с прогулки и не знает, что заказать. Поэтому все подряд. Кто-нибудь смотрел «Викингов», посоветуйте нам какие-нибудь сериальчики. Все. У нас такая вот вкуснятина. Прям чизкейки. О, короче, чтобы все обзавидовались. От еды и от нашо вы, ребята, посмотрите всю нашу прогулку с самого начала. Наконец-то. Наконец-то мы приобрели автогамаки. Теперь мы полностью укомплектованы и на задние сидения, и на багажник. Теперь мы можем отправляться в ответственный путь. Вы готовы на такие влоги, на такие путешествия с собаками? Давай-давай открывать нашу малышку. Да, все, укутываем. Причем стилево, красиво укутываем. Никакой попало. Автогамачок. Цепляем гамак вот к задним сидениям. Так, получается. Оп. Опа. Очень простая застежечка, круто. И с этой стороны точно так же. Максимально плотненько, чтоб не сошло. Очень простая конструкция, круто. Так, у нас тут еще... Вот она красоточка, ждет, ждет, ждет. Сначала сейчас с багажником, с багажником надо расправиться. Тут есть липучки, чтобы присобачить. Вот здесь, видите, вот это вот волокно, которое в машине. Просто отклеиваете и цепляете. А самое главное, что он плотный, что собаки вообще никак не поцарапают машину своими когтями через него. Во-первых, не поцарапают. Во-вторых, если в каком-то болоте, а мы ведь любители, по болотам погасать, побегать. Какая бы вода с них не протекала, автогамак не пропускает никуда. То есть вся влажность, вся грязь, все будет внутри. Никуда не попадет извне, за территорию гамака. Закрепили за передние сидушечки. Оп, одна сторона. Есть. Причем тут нету нигде просветов. Материал действительно очень плотный. Круто. Супер немаловажно, чтобы закрыть по бокам, чтобы собаки никуда не выскочили раньше времени. Да и не обосрали вот эту вот часть тоже. Как бы не хотелось ни царапин, ни грязи, ни шерсти. Ни слюней. Рокки сразу видит машину, сразу же залетает. Майк, подожди, ты у нас комочек побольше. Иди сюда. Майк, давай, давай, давай. Стоп. Пробежал мимо. Молодец, красавчик. Автогамак необходим просто каждому. Каждому в семью, даже тех, у кого нету машины, каждый раз, когда у нас еще не было авто, мы садились в такси. Какие же были водители довольны, что мы раскладывали автогамак. Они говорят, воу, вот это уровень. Ни шерсти, ни грязи, ни слюней. Поэтому я ставлю ссылочку на этот гамак, где мы покупали, чтобы вам было понятно, легко. Не надо было шариться искать. Ничего с него не может не высыпаться. Ничего, вы просто его потом сняли, и у вас идеально чистая машина, как и была. То бишь, потому что все остается в нем непосредственно. Нигде никуда ничего не высыпется, не вылится вдруг что. То есть, если она туда порыгала, она там и осталась. Да, если у нас раньше автогамак был чисто на задние сидения, потому что мы в такси ездили, то сейчас со своим авто, конечно же, и на багажник. И это просто кайф. Теперь мы заряжены ездить на дальние дистанции. Ссылочку оставил, переходите, заказывайте. И тоже наслаждайтесь этим комфортом. Это реально комфорт незаменимый. Привет! Здорово! Здорово! Привет, 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 привет. Здорово! Погнали, погнали, Майки, подожди, сейчас и ты стартанешь, сейчас стартанешь. Ху-ху! Мы опять на этих родных просторах. Сейчас подождем, пацаны тоже к нам подтянутся. Довольные морды, да? Кто довольные морды? Вы посмотрите, они прям чувствуют. Я уверен, что они чувствуют эту ностальгию вместе со мной. А я тут к вам приехал не с пустыми руками. Надо, чтобы вы выбрали себе цвет и размер футболочки. Во-первых, кому какой цвет больше нравится? Белый, черный, серый? Чёрный. Мне белый нельзя носить. Всем чёрный? Паситесь, паситесь, коровки, пока у нас тут идёт примерочный процесс. Пакеш. Йооо! Вообще чётенько. Ай, кайфово. Жаль, ещё тут всё не расцвело, но уже кайф. Что, Майк побольше стал или нет? Конечно, побольше. Да? Прямо ощутимо? Да, реально. Прямо они вообще все огромные стали. О, а вот эти кучки можно покопать и найти кротов. Вы когда-нибудь кротов доставали? Не совсем мы лучшую дорогу выбрали, да, Майки? Вот кто-то тут идёт такой, бурчит, как бабулька недовольная. Нашим прогулкам в лесу. Хоть тут сейчас нету листиков, вы вообще посмотрите мои старенькие видосы. Просто кайфаните, какая здесь идиллия летом. Какая красотень. Субтитры делал DimaTorzok Вы посмотрите, принцесса вообще не может. Просто мечется, мечется, как собачки, когда не знают, где пописать, покакать, присесть. Такая она с одной стороны в другую ходит. Где бы обойти, где бы зайти? Давай, давай, курточка, 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 лицо, курточка, лицо. Как бы тут пройти и остаться живой? Пожалуйста, ну почему, за что мне это? Нет. Ну аккуратненько, вот так вот. Вон следы Майка, он пробрался и сейчас по ним пойдём. А это вы тогда первый раз пошли за нами следить, да? Ну, мы до этого были знакомы. Просто вы сказали, типа, что мы идём снимать что-то секретное. Нам в целом интересно побежали. Говорю, у нас серьёзная эксклюзивная съёмка. И погнали снимать видосик глазами собаки. Прогулка глазами собаки. И тут куда-то собаки как шуранули куда-то резко на гору. И погнали. И только потом уже на компе я увидел, что они за ними бежали. Сейчас попробуем закрепить Лекси на спине. И посмотрим, что получится. Что они наблюдают во время прогулки. Погнали. Без паники, но по тебе клещи ползают. Ну, нет. Стой, стой. Вот, причём такой крупненький упырь. Так, печь. Всё. Так, вы тоже ноги проверяйте. На тебе опять клещ. Стой. Стой, ёмба. Не, не, это другой. Этот был побольше, этот поменьше. Ещё один, три. Три клеща? Вот, раз, два, четыре, три. Так, снимайте, 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 не втыкайте. Вот вам мне третий. Лучше их сразу, так как угодно. Хоть шалбаном, хоть палочкой. Долго не застаиваться на одном месте. Кухна вас, чувствую, буду кучу снимать их сегодня после прогулки. Есть? Вот. О, и вот на лапах. Вон, посмотрите на лапах, какие здоровые. Два сразу. Всё, камера вырубается. Будем сейчас... Ох, надо теряться. Раз, два, три. Вы посмотрите, всё в клещах. Главное, если ещё остановиться, то клещи ещё быстрее будут налазить. То есть нам надо сейчас потеряться вообще с этой локации. И только потом их всех посбрасывать. А с собак я вообще не представляю, как их сейчас все поснимать, потому что собаки без остановки бегают по траве, им как раз очень удобно на лапки садиться. Вот она цена посмотреть на красоту, поностальгировать. Кстати, тут просто стаи клещей. Просто стаи. Та-даа. А мы тут нашли нычки. Берёзовый сок, вы посмотрите. Причём полный, полный. Ой, да, с мухами. Ну ладно, туда нет. Хотя Лекси уже на высоком старте. Я готова пить сачок. Клещи, они же чувствуют, что у нас у всех собаки на груди. Поэтому к нам и тянутся, чтобы побыстрее в шерсть закопаться. На второй своей прогулке, как только мы переехали в Ольховку, мы попали здесь в пожар. Все поля горели. Я иду показать, что вы знаете о паранойи. Даже разулся, разделся, везде оглянул себя со всех сторон. На самом деле, клещи это стрёмная тема. Мы только вот обсудили, что клещ, если он впился, то если он больше шести часов провёл в теле, то он впрыскивает вот этот пероплазмоз. А у человека, у собаки он достаточно быстро проявляется. А у человека он может разрушать там сухожилия, связки. Я не знаю, на что он там влияет, но годами. Поэтому это такой медленный, затяжной, противный процесс, который потом нереально вылечить. Ну, очень сложно. Кто уже запыхался от выкат таких жарких прогулочек? Сейчас солнышко выходит, им становится жарковато. Все, пошли, пошли, пошли. Ля, уже устали. Давайте, худеть надо. Давай, погнал, Рокки, чтобы ты был уставший. Я такой вообще не встречал. Вы вообще помните, какие просто бешеные, энергичные были прогулки здесь? Малышка, ты живая? Ура! Понеслась! У-у-у! И нажимай подписаться. И подписаться. Вот так вот. Ребята сейчас ведут прямой эфир в лайке. И раздают халявные подписки с нашего проекта. Ты что, ты закрыл эфир? Нет. Ты закрыл? Прикиньте, мне сейчас заблокировали на год. Один год. One year. Вот, один год. Период блокировки. Один год. Охренеть. Вот так вот засветился Бодя. Вот такой вот в розыске. То есть, знаете, вот этот в розыске человек засветился в экране. Все, заблокировали. Вы прикиньте. Жесть. Ты что, обещаешь аккуратно? Попробую. Тормоз держишь полностью до конца? Одной ногой управлять, одной ногой надо. Так одной ногой управлять? Да, одной. Левой вообще поставь туда сбоку. А правой ты будешь либо на тормоз нажимать, либо на газ. Вот можешь сейчас на газ чуть-чуть нажми. И выворачивай. Только главное, тихо-тихо не спеши, потому что там Майк рвется и партроники пищат. А ну, сошли, сошли. Позовите собак, чтобы они не лезли. Нельзя, нельзя, нельзя. Куда вы, куда вы? Не дадут тебе тут дрифтануть на поле. Ох, братва, какие вы кипишные. Несется, несется, несется. Догоняет. А у нас тут задний ход. Смотрите, как мы ответственно. Так, Майк сошел. Сошел. Из-под колес сошел, братан. Собаки контролируют, чтобы никто не набирал скорость. Чтобы все было ювелирно. Пока-пока. Пока-пока. Приколитесь, даже камушки, которые я заложил, ничего не изменилось. Мы сейчас возле нашего дома в Ольховке. Первый дом, в котором мы жили на таких красивых просторах природы, которая здесь вокруг. Вы вообще это помните? Как вы смешно ходите. О, боже. Пипец. Это же жура. Класс вообще. Я никогда не видела живого питона. У меня походу любовь. Да вы че. Сегодня у нас третий денечек. Из коконов уже вторая, вторая подряд бабочка появилась. Решил я, что наши красотки лучше полетать здесь на природе. Такая ностальгия, прям капец, смотришь, а оно прям вообще ничего не поменяет. И Рокки смотрит, а шо, а шо, а шо. Я думала, мы приедем, тут хоть что-то поменяется. Ты такой, а, ну было по-другому. А тут прям вообще один в один. И помните, как из всех вот этих дворов на нас все время лаяли собаки? Не могли они терпеть вот этого момента, что они в заперти, а наши гуляют. Короче, видос вышел очень крутым. Нас чуть не убили. Сейчас вся наша артиллерия будем доставать. Клещей с щипчиками из-под кальяна. Где еще бы они пригодились, кроме как клещей доставать? Так, маламуты, вы пустите хаски, а? Да? Че это я в стороне? Дайте, не все выпивайте, дайте еще хаски попить. Стоямба, на солнышке их лучше видно. Вы посмотрите на вот эту мразь. Так, вам видно, сейчас вам сюда ее посажу. И этих же засранцев их не убить, поэтому сейчас будем в унитазах всех смывать. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.